Этот фильм не что иное, как демонстрация того, что можно увидеть, отдыхая на побережье Красного моря, при наличии маски и трубки, без какой-либо специальной подготовки. То есть то, что доступно при желании каждому из нас. Мы отправляемся с вами в Египет, город Хургады, туристический центр на Красном море, расположенный на западном побережье, на 500 километров юго-восточной Каиры. Численность населения города не превышает 100 тысяч человек. Галатурии или морские огурцы. Виды, употребляемые в пищу, носят общее название трепанги. Галатурии малоподвижные или ползающие животные, обнаруженные почти в любой части океана. Питаются галатурией планктоном и органическими остатками, извлекаемые из донного ила и песка, которые пускают через перищеварительный канал. На галатурии охотятся морские звезды, верхоногие моллюски, рыбы и ракообразные. Колючий аэротрон. Рыба семейства иглобрюких, обитающая в Красном море, Индийском и Тихом океане. Предпочитает песчаный морской грунт в лагунах и на верхних рифах, на глумении от 1 до 50 метров. Колючий аэротрон окрашен в серый, либо зелено-коричневый цвет. Пока их хвост плавников усеяны белыми пятнами и покрыты небольшими шипами. У красноморской популяции пятна мельче, но многочисленнее. Величина колючих аэротронов может достигать полуметра. Эти рыбы живут у дна и ведут одиночный образ жизни, основанный на охране собственных ареалов. Они питаются водорослями, моллюсками, губками, кораллами, иглоножками. Скат. Один из двух надотрядов пластино-жаберных хрящевых рыб. Для скатов характерны весьма расплющенные телы и большие грудные плавники, сросшиеся с головой. Большинство скатов живет в морской воде, однако существует и несколько пресноводных видов. Верхняя сторона у ската приспособлена по расцветке к тому или иному жизненному пространству и может варьироваться от светлопесочного до черного. Большинство видов скатов ведет придомный образ жизни, питается моллюсками, раками и иглокожими. Не пытайтесь догнать скатов в ластах, он все равно будет быстрее. Музыка 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 Рыбы-клоуны или октеприоны. Род морских рыб семейства помоцентровые. В морях Индийского и Тихого океана их насчитывается около 28 видов. Окраска рыб варьируется от насыщенного пурпурного до огненно-оранжевого, желтого, красного. Для рыб-клоунов характерен симбиоз с различными видами актини. Вначале рыба слегка касается актини, позволяя ей ужалить себя и выясняет точный состав слизи, в котором покрыта актини. Эта слизь нужна актини, чтобы она сама себя не жалила. Затем рыбоклоун воспроизводит этот состав и после этого может прятаться от врага среди щупальцев актини. Рыбоклоун заботится об актини, вентилирует воду и уносит непереваренные остатки пищи. Рыбки никогда не удаляются далеко от своей актини. Самцы прогоняют от нее самцов, самки-самок. Территориальное поведение, видимо, стало причиной контрастной окраски рыб. Рыба хирург может достигать размеров до 40 минут. сантиметров длиной. Самцы территориальны, лошадь их участка составляет несколько десятков квадратных метров, которые населяют несколькими самками. Рыба постоянно контролирует границы округа и прогоняет сородичей и конкурентов, таких как другие рыбы-хирурги, сиганы, щетинозубы, питаются исключительными водорослями. А это красный моллюск, испанский танцор. Редактор. Род двух сворчных моллюсков, обитающих в тропиках, распространенный в тихом океане вид гигантской треуголкой, имеет раковину, длина которой может достигать двух метров, а вес достигает 400 килограмм. Также возле коралловых рифов можно встретить морскую звезду. Их насчитывается более полутора тысяч видов, различающихся окраской, формой и размером. Неотъемлемой частью кораллового рифа является королевский ангел или пегаплин, продолжить жизни этих рыб порядка 15 лет. А вот еще один обитатель Красного моря. Мурен. Род рыбы семейства угревых. Может достигать длину до 3 метров и веса более 10 килограмм. Как правило, встречаются особи длиной около метра. Кожа у рыбы голая, без чешуи. Мурены живут в придонном слое воды, можно сказать на дне. В нем мурены сидят в расщельных скал и кораллах, усынув голову, высматривая проплывающую добычу. Ночью выбираются из убежий, чтобы поохотиться. Обычно мурены питаются рыбами, но нападают и на ракообразных, на сменогов, которых ловят из засады, стрелой выскакивая из своих убежищ и хватая проплывающих мимо жертву. Мурена является потенциально опасной для человека. Крылатки Род костных рыб семейства скорпеновых. Длина тела рыбы может достигать 30 сантиметров. Это хищные рыбы. Они могут спокойно проглатывать рыб длиной до 2 трети от своей собственной. Без рыбы может достигать до 1 килограмма. Встречаются в прибрежных водах Красного моря, тропических водах Индийского и Тихого океана. Крылатка имеет длинные ленты спинных и грудных плавников. В этих роскошных верообразных плавниках стоятся острые ядовитые иглы. Укол шопом крылатки может привести к смерти для человека. Не пытайтесь это повторить. Ночное плавание в Красном море опасно для жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова